Итак, Дональд Трамп подписал указ. Согласно ему Минфин США, после консультации с Госдепом, теперь вправе делать все необходимое для ввода мер, прописанных в законе о противодействии противникам Америки посредством санкций. По сути, это не новая санкция. Закон был принят еще в августе прошлого года. Указ позволил привести их в действие и распределил обязанности по их исполнению среди ведомств. Эти самые меры, как говорится в указе, направлены против финансовых институтов, уличенных в значимых финансовых транзакциях в интересах российских структур из санкционного списка США. В него, кстати, добавились еще 33 позиции, среди которых частная военная компания Вагнера, логистическая компания Минобороны России, оборон-логистика, а также близкий к Путину бизнесмен Евгений Пригожин и руководитель ГРУ генерал Игорь Коробов. Против них могут быть применены любые из 12, а могут и все 12 ограничительных мер, прописанных в законе. К примеру, им могут запретить покупать, продавать и использовать собственность на территории США, получать в США лицензии, разрешения и страховки. Американским компаниям будет запрещено совершать с попавшими под санкции банковские операции, инвестировать в их пользу, покупать у них крупные активы или долговые инструменты. Помимо прочего, США узаконили вторичные санкции за сотрудничество с Россией. И вот кому прилетело первому. Истребитель Су-35 принят на вооружение российской армии в 2017 году. Боевое крещение прошел в Сирии. Синитно-ракетный комплекс С-400 может сбить аэродинамическую цель по простому самолет противника с 250 километров. Эти ребята причина американских санкций против оборонной структуры Китая. Созданный прецедент уже даже не намек, а конкретный пример. Вот что ждет тех, кто идет на запрещенный товарообмен с Россией. Китай был первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. Контракт на сумму более 3 миллиардов долларов на поставку шести дивизионов С-400 был подписан в 2014. В начале этого года источник ТАСС сообщил, первые комплексы уже в Китае. Потом, правда, выяснилось, что это была уже вторая попытка передать важную посылку. В первый раз в конце 17-го часть комплектующих была повреждена при перевозке. Китайцы брак не приняли. С истребителями вышло удачнее. Контракт на поставку 24 самолетов был заключен в ноябре 15-го. А в начале этого года Россия поставила последние 10 Су-35. Все это обошлось Китаю в 2 миллиарда долларов. Теперь, как оказалось, помимо кругленькой суммы, КНР придется заплатить и другую цену. С сегодняшнего дня. Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и личный его директор Ли Шанфу внесены в санкционный список Минфина США. Их активы в юрисдикции страны заблокированы. Китайскому департаменту снабжения нельзя поставлять продукцию и технологии американского происхождения. Ему также закрыть доступ к валютным операциям в американской юрисдикции. Эти санкции — повод для беспокойства и для нескольких других стран. Турции, Катару, Индии, Саудовской Аравии и еще нескольким потенциальным покупателям российских С-400 теперь придется выбирать. И едва ли подобный выбор вызовет у них восторг. Многие могут посчитать навязываемое США право в одностороннем порядке решать, у кого этим странам закупать оружие — нарушением суверенитета. Понимают это и в США. Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Конгресс внести коррективы в закон, которые бы позволили США сотрудничать, например, с Индонезией, Вьетнамом и Индией. Последняя, кстати, уже не раз заявляла, что не намерена отказываться от покупки у России зенитно-ракетных комплексов. Подтверждением тому можно считать визит министра иностранных дел Индии Сушимы Сварадж в Москву на прошлой неделе. Америка тоже не горит желанием терять из России великого стратегического партнера. Так, по итогам переговоров в начале сентября, Индию назвал госсекретарь США Майк Помпео. Он добавил, что Вашингтон не стремится наказать Индию за ее желание купить у России вооружение. Тем не менее, на данный момент ни у одной страны нет иммунитета от вторичных санкций из-за сотрудничества с Россией.